День за днём Проект «Слава Созидателям» работает в первой школе Расширенное заседание общественного совета А сейчас об этих и других событиях подробнее В преддверии Дня медицинского работника в администрации региона состоялась торжественная церемония награждения сотрудников учреждений здравоохранения Лучших врачей Смоленщины с профессиональным праздником поздравил губернатор Алексей Островский Сегодня в системе здравоохранения Смоленской области трудится свыше 11 тысяч медицинских работников Врачей, медсестер, фельдшеров и других специалистов Профессиональный праздник отметили и медики Десногорска Честование состоялось 16 июня Торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику медицинского работника, прошло в зале медсанчасти Поздравить медиков пришли депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, заместитель главы города Александр Новиков Почетным гостем на торжественном собрании был бывший начальником СЧ номер 135 Иван Губин Коллеги встречали главного врача аплодисментами стоя Много теплых слов звучало в адрес наших эскулапов Все благодарили их за нелегкий труд, человеколюбие и добросердечность Приходим с надеждой и уходим от вас ровно с тем, что у нас не только появилась надежда, но и уверенность в том, что мы будем живы, будем здоровы И дети наши будут здоровы И в общем жизнь становится по-другому, прекрасна И уже ничего не болит И уже хочется радоваться жизни И мы этому радуемся благодаря вам Спасибо вам за то, что служите высоким идеалам добра Желаю вам, дорогим врачам, фельдшерам, медицинским, сестрам, нянечкам терпения, любви, поменьше бессонных ночей и тревог И, конечно же, крепкого здоровья С праздником! Медики получали заслуженные награды Начальник медико-санитарной части Алексей Азаренков вручал знаки отличия и почетные грамоты от Федерального агентства и руководства нашей поликлиники Александр Новиков передал грамоты и благодарственные письма от главы города Андрея Шубина Почетные грамоты Общественного совета Десногорска были вручены трем медицинским работникам Ирине Шумилиной, Александру Кравцу и Елене Тюриной В Смоленской области подводят первые итоги пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина», который в нашем регионе реализуется под патронатом губернатора региона с 1 сентября 2016 года Проект предусматривает популяризацию здорового образа жизни, профилактику заболеваний посредством информирования и практических занятий Под предварительным итогом в школах области увеличилось количество детей, ведущих здоровый образ жизни, повысилась информированность об основных факторах риска здоровью При этом снизилась доля несовершеннолетних, нуждающихся в медицинском наблюдении Следующий наш сюжет о том, как проходят летние сборы у юных баскетболистов Десногорска в санатории-профилактории «Лесная поляна» Подъем в 7 утра, пробежка и разминка – так начинается каждый день у юных баскетболистов Десногорска, которые принимают участие в учебно-тренировочных сборах в санатории-профилактории «Лесная поляна» Три дня тренируются, один день отдыхают. В тот день, когда они отдыхают, у них есть игровая тренировка, и утром смотрим, есть и пробежка легкая Эти занятия организуются при поддержке руководства Смоленской АЭС второй год подряд. В этом году в сборах принимают участие три возрастные группы, а это 35 ребят, посещающих баскетбольные секции Помимо того, что ребята оттачивают мастерство, они еще и изучают теорию, тактику игры и знакомятся с историей советского и российского баскетбола За режимом и питанием ребят следят профессионалы – сотрудники санатория. Юных спортсменов все устраивает Мне тут нравится играть в баскетбол, в тренировки. Мы еще можем играть в гандбол, пионербол. И еще мы один раз играли в футбол. Мне тут очень сильно нравится проводить время с моими друзьями, с тренером Тренировки, всякие игры, много играем. Тренируемся. А как формят? Хорошо. А самое любимое блюдо? Блины. Помимо баскетбола, ребята знакомятся с правилами и других игр – футбола, волейбола и даже дворовой игры в лапту Как считают профессиональные тренеры, которые занимаются с ребятами, будущим спортсменам все пригодится Укроп, кинза, петрушка, щавель, редис, шпинат, листовой салат и мята прибыли в нашу страну из Белоруссии с нарушениями Инспекторы Россельхознадзора в пункте приема уведомлений «Красная горка» обнаружили на части продукции маркировочные этикетки, указывающие на украинское происхождение груза А на часть зелени и вовсе отсутствовали фитосанитарные сертификаты Кроме того, экспертиза листового салата выявила заражение зелени западным калифорнийским цветочным трипсом Вся зелень была уничтожена 60 тонн подсанкционного товара пытались везти в Россию под видом картофельного крахмала Мобильные группы выявили три грузовика, пытавшихся провезти в Смоленск большую партию польских яблок Машины принадлежали белорусской фирме Согласно действующему законодательству, подсанкционный товар подлежит уничтожению В 2017 году межведомственные мобильные группы уже задержали более 160 фур с товарами, подпадающими под ограничительные меры В Смоленской таможне возбуждено 97 дел об административных правонарушениях В Смоленской области стартовала оперативно-профилактическая операция МАК-2017 Первый этап на территории региона будет проходить с 13 июня по 15 июля Операция направлена на выявление и ликвидацию незаконных посевов, запрещенных выращиванию наркотикосодержащих растений Привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование Выявление очагов дикорастущей конопли и мака и организацию их уничтожения В связи с этим сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать по телефону 02 Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков В том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений В районе Смоленской АЭС отремонтируют мост через реку На официальном сайте госзакупок опубликован открытый запрос на разработку рабочей документации для ремонта моста через реку Сельчанка Цена работ составляет порядка более миллиона рублей С мая в городе стартовал проект «Слава Созидателям» Обучающиеся первой школы – активные его участники Они первыми включились в работу по сбору видеоматериалов для увековечивания истории нашего города Первая встреча с уважаемыми людьми Десногорска состоялась в школе 15 июня Подробности далее На первую встречу ребята пригласили героев из прошлогодних более удачных роликов Это ветерана вооруженных сил Сергея Валентиновича Тощева и ветерана атомной промышленности Геннадия Арсеньевича Сковородом А также нового первого героя С удовольствием на просьбу ребят откликнулся Владимир Николаевич Блохин Председатель Десногорского городского совета депутатов и руководитель АО «Атомтехэнерго» Работа – это некое видеообращение к вашим же соратникам, которые должны понять, что же происходило, как это происходило, как к этому относились вы Дети показали своим гостям видеоролики с интервью и поблагодарили за сотрудничество Этот проект реализуется в городе второй год Первая школа – самая активная Здесь ребята работают над видеороликами командами Причем стать участником могут не только обучающиеся школы, но и ребята из других учебных учреждений Одному человеку такой проект, такой видеоролик вытянуть очень трудно И чтобы было действительно на что посмотреть и что показать И сделать это качественно и хорошо, конечно же, это нужна команда Один снимает, подбирает слова, кто-то режиссирует И вот огромное, хотелось бы сказать спасибо детям, когда они работают с людьми, с достойными людьми Потому что это люди, действительно, которые достойны, чтобы о них говорили, чтобы их знали в лицо, чтобы их запомнили в истории нашего маленького города Работа над этим проектом помогает ребятам больше узнать об истории города и освоить современные компьютерные программы Опыт, общение с новыми людьми, во-первых, ребят других я встречаю Во-первых, работа с компьютером, это монтаж, это все очень интересно, новые программы, новые какие-то силы Всегда находишь силы, чтобы поработать для этого и от этого еще и лучше Начало положено, список респондентов составлен, но а нам остается пожелать ребятам удачи в работе и победы в конкурсе В Смоленской области стартовал фотопроект «Особый ребенок. Обычная жизнь» по инициативе Смоленской организации «Дети. Ангелы. Смоленск» При поддержке Общественного совета федерального проекта «Крепкая семья» и партии «Единая Россия» Цель проекта – это развитие толерантной инклюзивной среды на Смоленщине, принятие и понимание особенных детей Организаторы проекта будут приглашать известных людей Смоленщины для 15-20-минутной игры с детьми-инвалидами с ДЦП и синдромом Дауна Во время этих встреч фотографы смогут запечатлеть особенных деток Завершится проект выставкой 13 июня в администрации прошло расширенное заседание Общественного совета Десногорска Какие общественно важные вопросы рассматривали на совещании, мы расскажем в следующем сюжете Общественный совет второго созыва первый раз собрался на заседание в новом составе Кроме постоянных членов совета, на собрании присутствовали глава города Андрей Шубин, заместитель директора атомной станции Анатолий Терлецкий, руководители медсанчасти номер 135, а также представители общественности города На повестке дня стояли три основных вопроса Реализация социального проекта «Гражданин страны Росатом» Создание на базе Общественного совета постоянно действующей комиссии по экспертизе общественных инициатив А также обсуждение предварительных результатов работы группы совета по мониторингу медицинского обслуживания жителей города Основной темой обсуждения была работа с инициативами горожан Сбор, анализ, экспертиза и поиск программ реализации самых эффективных из них А такие уже поступают в администрацию города По результатам мониторинга качества медицинского обслуживания выделены три лидера Общественный совет предложил наградить медиков почетной грамотой Я считаю, что можно выйти с инициативой и преддверией праздника по этому мониторингу Сказать людям спасибо Поэтому ставлю вопросы на голосование Шумилину, Ирину Викторовну, Доктюрину, Елену Владимировну И кровец Александра Гелевича Пошли грамотами Общественного совета Как наиболее активных, но более профессиональных наших медиков и медико-санитарной части Кто за? Прошу голосовать 16 июня в торжественной обстановке почетные грамоты Общественного совета Десногорска Были вручены трем медицинским работникам Ирине Шумилиной, Александру Кравцу и Елене Тюриной Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна.дефис.тв.ру Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok